МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Салават. И по традиции в это время итоги недели минувшей. Семь листков календаря пролетели безвозвратно. Салават был полон самыми разнообразными делами и событиями. Но вначале, как всегда, о том, как выглядел город из отчетов оперативных служб. В сводке ГИБДД зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Огнеборцы на ликвидацию пожаров выезжали два раза. В городской травмпункт с различными травмами обратились 418 салаватцев. Пополнился и журнал регистрации городского родильного дома. На свет появились 13 малышей, 9 батыров и 4 красавицы. Минувшая неделя, короткая после праздников, в Салавате была самой обычной будничной. Ничего из ряда вон выходящего и особо примечательного. И все же все мы стали свидетелями наступления весны. Лужи, замерзающие за ночь, начавшийся ледоход, тепло и солнце. Однако обо всем по порядку. В городе полным ходом чистят тротуары. Муниципальное предприятие «Флора» чистит пешеходные дорожки старой части города. В данном направлении ведутся работы посыпкой песко-соляной смесью тротуаров. После чего специализированным техникой и ручным трудом производится разгребание и погрузка снега с вывозом его на снегосвалку. На данный момент уже почищены тротуары по улицам Первомайска, Дзержинского. Сейчас ведутся работы по улице Матросова. Расчищен тротуар вокруг Крывеческого музея. В такой работе применяется как ручной труд, так и современная спецтехника – легкая и мобильная. Кстати, буквально на будущей неделе во исполнении распоряжения главы Башкортостана в Салавате, как и в других городах и районах республики, начнутся дни чистоты. Весенние экологические субботники – по благоустройству и очистке с участием предприятий и организаций. В Салавате назрела серьезная проблема – бродячие животные. Управление городского хозяйства возобновило работу по отлову бездомных собак, как представляющих угрозу жителям. Такое оружие используется только в крайних случаях, если собака не подпускает к себе человека. Ружье стреляет дротиками, которые лишь усыпляют собаку на некоторое время. Поэтому зоозащитники могут быть спокойны. Здесь собак стаи, о которой пишут в интернете, нет. Выезжали сюда неоднократно. Я тоже выезжал с подрядчиками сюда. То есть все, что мы нашли здесь – это одну кормящую мать и четверо щенков, которые живут в подвале. Местные жители их кормят там же в подвале. Здесь возле дома есть кормушка, где их прикармливают регулярно. То есть это, по сути, не безнадзорные, поднадзорные собаки. Но хотя они не, скажем так, стерилизованы, им не сделаны прививки, и у них нет бирки с номером идентификационным. Как раз такие действия учить всех безнадзорных собак. Привить их и чипировать должна подрядная организация. К слову, приюта для бездомных животных нет ни в Салавате, ни в ближайших городах. Поэтому собаки после всех процедур возвращаются обратно на улицу. Снятые колеса, ржавчина по периметру, мусор внутри. Это описание подходит к большинству автомобилей, которые эвакуируют с дворовых территорий, как автохлам. За время подобных работ в городе на спецавтостоянку было отправлено полтора десятка подобного транспорта. И это число продолжает увеличиваться. Этот автомобиль в недалеком прошлом спасал жизни людям. Однако, жизнь самого автомобиля продлить его нынешнему владельцу не удалось. Без должного ухода «Волга» превратилась в груду ржавеющего металлолома. На данный момент эвакуировано порядка 16 машин. Конкретно данная машина, со слов жителей, стоит уже 15 лет на этом месте. Хозяин практически ничего не предпринимает. Возможно, пытается ее продать. Но она занимает место. Работа по эвакуации автохлама началась в городе еще в прошлом году. И, к сожалению, убрать свое имущество владельцы таких транспортных средств не спешат. Многие годами стоят во дворах и не просто мешают жителям, но и, честно говоря, таят в себе угрозу. Во многих машинах таких мы находим там и бутылки пустые и распивают там. Ну и, в принципе, и до поджога недалеко. А в этом году в Салавате в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы несколько автомобильных дорог. И вот уже сейчас начинается этап подготовительных работ, как, например, на улице Северной. Все подробности у Олега Халиулина. С приходом весны многие автолюбители с горечью отметили, что на некоторых улицах асфальт растаял практически одновременно со снегом. Печальная участь постигла и улицу Северную. На улице Северной в этом году запланирован ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К ремонту приступили раньше сроков, так как, сами видите, дорога находится в ужасном состоянии. На данном этапе начата работа по фрезерованию. Ранний срок начала подготовительных работ объясняется в первую очередь тем, что предстоит проделать ее много. А чтобы дорогу заасфальтировать в летний период, к работам приступили уже в марте. В дальнейшем, после таяния снега, при бордюрной территории придет большая фреза, которая уже будет срезать полотно целиком. Планируется полностью стопроцентная замена бордюров на данном участке дороги. Ремонт всех колодцев, находящихся также на проезжей части. Будет произведен ремонт тротуаров вдоль улицы Северной. Укладка нового асфальта, это все равно будет происходить не в марте, не в апреле, но очень большие объемы подготовительных работ. Непосредственно же асфальтирование данного участка начнется после завершения всех подготовительных работ, а также с запуском асфальтобетонных заводов. Полный же перечень дорог, которые будут ремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», опубликован на сайте администрации Салавата. Олег Халиулин, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». В Салавате проживает более 600 тружеников тыла, и каждый получит медаль в честь 75-го юбилея Великой Победы. Во всех школах города проходят торжественные мероприятия. Учащиеся вместе с педагогами готовят отдельные сценарии, настоящую программу «Экскурс в прошлое. Времен войны». Все для фронта, все для победы. Вот как у второй кадетской школи чествовали тружеников тыла. В памяти ваших будьте достойны! Вечно достойны! Достойные памяти героических предков кадеты, хранители символа вечного огня и первопроходцы марафона «Салют Победы». Сегодня в школе почетные гости – труженики тыла Великой Отечественной войны. Для них юные патриоты приготовили трогательные представления, в которых отразили главные этапы войны. Героизм защитников Бреста, ужасы блокады Ленинграда, Сталинград и лозунг «За Волгой нет земли». Курск, слава конкистам! Севастополь, даешь ты! Берлин, победа! В торжественной обстановке главных героев встречи тружеников тыла наградили юбилейными медалями в честь 75-летия Победы. Услова Екатерина Андреевна, ухватом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года выхождена юбилейной медалью. В трагические героические годы войны две трети работников сельского хозяйства составляли женщины. Рядом с ними трудились старики и подростки. На заводах, ушедших в армию мужчин, также заменили дети, старики и женщины. Подвиг тыловиков не меньше, чем подвиг солдат. В Салавате 692 труженика, и никто не останется без внимания. Каждый получит медаль в торжественной обстановке или дома. А факел Победы передали новым хранителям. За время пребывания факела Победы в школе были проведены классные часы, уроки мужества, военно-литературные композиции и театральные вечера. Марафон «Салют Победы» продолжается. Зульфья Суиргулова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават». Почему все не так? Вроде все как всегда. Тот же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, наших спорных без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не попад, не в так подпевал. Он всегда говорил подругое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Друг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвался будто из плена весна. По ошибке окликнуло его. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только, кажется мне, это я не вернулся из боя. Помни, сердце не забудет никогда. Шел третий год войны. Один из самых ожесточенных боев за Сталинград. Небо и земля слились в черном единстве. Рев орудий. Огонь искрежет металла. Против танков идет конница. Бойцы 112-й кавалерийской дивизии. 25-летний Югуда Мирсаяпов один из них. И вдруг видит под горящим танком солдат, танкист. Бросился к нему. А это его односельчанин Шагид Хамедуллин. Так встретились на поле боя два человека. Защитники родины. Впоследствии верные друзья. И почти 50 лет, каждое 9 мая, в святой день, как два брата, они плакали и поднимали 100 грамм за победу. Эту историю рассказал нам сын героя войны Югуды Абдул-Халиковича Абудар Мирсаяпов. Он до Велики Победы прослужил в этом легендарном башкирской дивизии 112-м, который в те времена сражался, хоть в любом бою вышел с победой. Отец Победов встретил в самом Берлине. После войны отец вернулся домой, в родную деревню, в августе 45-го года. Солдат после войны демобилизовывали не сразу. Так Югудамир Саяпов на случай войны с Японией вместе с остальными провел в резерве в Брестской крепости до августа 45-го. И только потом вернулся в родную деревню Армитрахимова, Макаровского, ныне Шамбайского района. Полна грудь орденов, молодой, статный, красивый мужчина, на зависть всем девушкам. Но самое главное, вернулся не с пустыми руками. У него был трофей. Настоящий патефон германского производства. Вот он с этим патефоном, говорит, веселил народ, односельщан, собрались вовремя танцы. Так на танцах Югудамир Саяпов и встретил свою любовь Тоскирушу Яхудиновну. В годы войны она в глубоком Тулу также приближала победу. Работала вот на этом самом тракторе, который сегодня стал памятником в селе Петровское Шамбайского района. Колхозницы на пассивных полях показывали самоотверженность, которую проявляли их мужья и братья в боях с фашистами. Досталось моей матери сесть за штурвал трактора. Как этот трактор работал? Сломались, говорит, вот эти зубчики. Таких сварков в тех временах не было. Кузницы, говорит, от зари до зари, в ночное время, кували, говорит, вот эти колеса. Ну, в некоторых моментах, говорит, мама рассказала, что вот эти пудовые мешки приходилось, говорит, нам носить и вручную, говорит, сеять. Молодые люди сыграли скромную свадьбу. Главу семьи сразу же назначили бригадиром в родном колхозе. Трудились славно. Югуда Абдул-Халикович по-прежнему любил лошадей. В отличном порядке содержал большое и крепкое хозяйство. В деревне были уважаемой семьей. Ни одно торжественное мероприятие не проходило без их участия. Мерсоябовы стали отцом и матерью, шестерым сыновьям и двум дочерям. Отец рассказывал про войну не так много, скрытно. Ну, много он не хотел так говорить. Он всегда говорил, чтобы вы не видели, чтобы такую войну. Ему было трудно вспоминать эти страницы своей жизни. Война была страшная. Он рассказывал, что во время наступления земля горела. Вот до такой степени были страшные сражения. За годы участия в Великой Отечественной войне Югуда Мерсоябов был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за боевые заслуги, за отвагу, за оборону Сталинграда, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Отец был добрый, строгой, порядочный. Я всегда сказал, дети мои, живите дружно, с людьми интересно, никогда людей не обижайте, особенно старшим братьям, когда они уже взрослевывали, я уже эту тему слышал. Я думал, отец нас воспитал в правильном пути. Каждый из шестерых сыновей Мерсояповых пошел по стопам отца. Никто не уклонился от армии, все с честью носили солдатскую форму, и за каждого Югуда Абдул Халикович Мерсояпов был горд. Самый старший брат у меня служил на Северном флоте матросом, Мухаммад Ягудинович. Второй брат служил в самом Бресте, пограничник Зуфар Ягудинович. После службы продолжал службу в органах внутренних дел, который прослужил 25 лет, майор отставки. Третий брат, Умар Ягудинович, служил в внутренних войсках, в самом Питере, крестах. Четвертый брат служил в Чехословакии, и остался там, и прослужил прапорщиком. После формирования в 90-х годах вернулся в Красноярский край. Я сам служил в Тихояканском флоте матросом три года. А младший братишка служил в Калининграде, в автомобильном батальоне. Ирина Мерсояпова, учитель по профессии, рассказывает о том, как в преддверии 70-летия Великой Победы ребята готовятся к очередной акции «Бессмертный полк». И знаете, очень интересно наблюдать за этой поисковой работой. Дети рассказывают о своих предках, о своих прадедушках, прапрадедушках, прабабушках, которые в годы войны были не просто участниками, но были героями. Их именами названы улицы в родных селах. Дети узнают очень много нового об этих событиях. Это является очень большим и важным моментом для воспитания патриотизма, я считаю. Одно дело читать историю по учебникам, а другое дело слушать рассказы своих предков, своих родителей, бабушек, дедушек, дядей, тетей, о героях этой войны. Мои два родных дедушки тоже были участниками Великой Отечественной войны. В эти дни, в конце февраля, исполняется 70 лет гибели моего родного дедушки, который погиб в боях за город Кенигсберг. И другой дедушка погиб тоже в 1943 году, был ранен под Сталинградом, погиб, умер уже здесь, у себя на родине. И так и есть. Мы счастливые потомки тех, кто 70 лет назад завоевал Великую Победу, подарил нам покой и счастье мирной жизни. Ягудамир Саяпов в войне 112-й кавалерийской дивизии. Всю войну прошел на коне. Гитлеровцы всегда называли кавалеристов садниками апокалипсиса. Они появляются неожиданно там, где, по данным немецкой разведки, пройти невозможно. Но наши солдаты прошли все, до конца и до победы. Альфира Сабитова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават». Помни в сердце не забудет никогда. Муниципальное предприятие «Салаватводоканал» в очередной раз организовало конкурс профессионального мастерства с тем, чтобы выявить своего лучшего специалиста. Повышение мастерства, соперничество между собой. Доказать, кто лучше, кто хуже. Больше опыт приобретаем, объединяет коллектив лучше. В этом году в конкурсе принимает участие 21 человек. За звание лучшей по профессии боролись представители таких профессий, как машинист-эскаватор, тракторист, слесарь аварийно-восстановительных работ, электромонтер, электрогазосварщик, сварщик пластмасс. Проведение таких конкурсов, на мой взгляд, оно все-таки сближает коллектив. Оно позволяет нашим работникам именно показать себя, заработать какой-то авторитет в бригаде, в коллективе. Все задания конкурса были максимально приближены к повседневным реалиям их профессиональной деятельности. Если специалисты «Водоканала» уже соревнуются между собой в мастерстве, то наши нынешние студенты только ищут себя. И в этом хорошем подспорьем послужил молодежный образовательный форум «Взлет». Его главная цель – дать ребятам порцию мотивации и направления в достижении целей. Работало пять тематических площадок, а яркие спикеры делились опытом. Образовательные площадки посетила и Зульфия Суергулова. Кто, если не я, если не ты, сделай я первый шаг для своей страны. Они делают первые шаги в будущее смело. Словацкие студенты собрались на ежегодном молодежном образовательном форуме «Взлет». Сегодня ребятам предстоит пройти интересный и захватывающий маршрут по тематическим площадкам, почерпнуть бесценные знания у спикеров. Главная цель – научиться реализовываться в любимом деле. Форумы нужны для того, чтобы отобрать лучшие проекты, найти новые какие-то талантливые идеи у нас в городе. Для того, чтобы слышать молодежь здесь и сейчас, чтобы встретиться с ними глаза в глаза, поговорить. Мы отбираем наиболее талантливых ребят, помогаем им в дальнейшем научить их писать грантовые проекты. Самых активных и старательных ребят будут сопровождать в создании проекта, написании гранта, а затем направлять на форумные кампании республиканского и даже федерального уровней. А пока порция вдохновения от приглашенных спикеров. На площадке телевидения в нашей жизни – представитель нашей телекомпании. Ребята узнают, как понравится зрителю, как поставить голос и что такое на самом деле новости. Ну а почему для себя? Ну чтобы не отставать от общества. Чтобы ничего нигде не сделать, чтобы себя не знают. Правильно, что осведомленный, правильно? Вот журналист, он является как посредником. Полезным оказался мастер-класс даже для ребят, выбравших отнюдь не журналистскую профессию. Меня очень заинтересовали упражнения по поводу дикции, потому что когда ты учишься, необходимо защищать различные проекты, необходимо защищать тот же самый диплом. У нас на первом курсе были проектные задания, и их необходимо было сначала создать, собрать информацию. И это тоже очень важно. То есть у журналистов гораздо больше опыта в этом. А вот на площадке, посвященной волонтерству, студентов учили тому, как помогать людям быть полезным обществу и планете. Да так, чтобы выбранный путь всегда был в радость. С детства я хотел помогать. И вот я не могу даже смотреть, как люди грустят, хочется им помочь, типа, развеселить. Там пионеры. Там я стоял, помогал детям инвалидам, или кто без родителей, на Новый год игрушки давать. Узнали много нового о том, как проявить свои лидерские качества, как общаться с людьми, что интересно извлекать из какой-либо подобной ситуации. Также на форуме проходили площадки предпринимательством «Стань лидером» и «Как создать свой проект». И поэтому этот проект, который вы будете реализовывать именно на аллее, он будет более выигрышный, чем проект, который будет, например, просто на пляжной зоне. Каждая из площадок вызвала живой интерес у молодежи. Ребята задавали вопросы, с готовностью выполняли задания и наверняка загорелись новыми идеями. Всего в форуме участвовали 150 студентов, разделенных по командам. Самых активных отметили и поощрили. Лидоход в этом году начался 9 марта, что фактически на месяц раньше, чем в прошлом году. Но на сегодняшний день уровень воды на реке Белой находится на нулевой отметке, а обстановка находится под контролем. На выездном совещании обсудили степень готовности к паводку муниципальной пожарной охраны и комплекс профилактических мер по работе с горожанами. Катастрофического такого паводка у нас не будет. На сегодняшний день прогноз по весеннему половодью довольно благоприятный. Однако, как подчеркнул заместитель главы администрации Дмитрий Масютин, в ходе выездного совещания на базе муниципальной пожарной охраны, посвященного паводку 2020 года, необходимо быть готовым к самым пессимистическим сценариям развития событий. И все службы должны быть к ним готовы. Силы и средства муниципальной пожарной охраны готовы на 100%. То есть, со всем личным составом были проведены занятия по спасению людей. Особо отметили профилактическую работу с любителями зимней рыбалки. Несмотря на то, что в этом году река полностью так и не замерзала, а ледоход начался фактически на месяц раньше обычного, рыбаков это не останавливает. Патрулируем, мы не только коллектора просматриваем, но еще береговую линию, а поселка жила на годах. Разговариваем, памятки выдаем. Сам же ледоход ежегодно привлекает не один десяток людей на реку для того, чтобы полюбоваться этим природным явлением. Однако, важно помнить, что сейчас это не только захватывающе, но еще и опасно. Особенно те места, где выходят на поверхность водоема подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих из-за льда кустов, камыша, коряк и прочее. В этом году лед на реке Белая начал движение 9 марта. В зоне ответственности муниципальной пожарной охраны города Салавата от поселка Желанный до Дока лед еще полностью не ушел. Вниз по течению проплывают отдельные куски льда. Уровень реки на нулевой отметке. Ледоход – это одно из самых удивительных зрелищ, который действительно завораживает. И сюда ежедневно приходит множество салаватцев, чтобы полюбоваться данным зрелищем, а некоторые даже умудряются, ну, например, запускать кораблики. А главное стоит помнить, несмотря на то, что вдоль реки дежурят спасатели, это достаточно опасное занятие. Ни для кого не секрет, где люди давно покупают недорогую сантехнику. Смесители, мойки, водосчетчики и ремкомплекты. Аксессуары для ванны, полотенцесушители, трубы металлопластиковые, полипропиленовые и комплектующие. Центр сантехники. Логично, доступно, надежно. Только пять дней. Всероссийская ярмарка в Салавате. Качественные товары со всей России и вкуснейшие фермерские продукты. С 18 по 22 марта. Шатер Утт-Циаструм. Островского, 72. А теперь по традиции в завершении выпуска гороскоп и прогноз погоды на будущую неделю. Овны. Беспокойств будет немало. Постарайтесь сосредоточиться на важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Тельцы. В семье могут возникнуть конфликты, но сейчас важно избегать стрессов. Выходные проведите за городом. Близнецы. Постарайтесь показывать себя с выгодной стороны. Отдыхать сейчас лучше только с семьей. Вас может посетить вдохновение. Раки. Сейчас шансы найти вторую половинку как никогда высоки. Родителям стоит быть внимательнее к детям. Львы. Неделя окажется напряженной как на работе, так и дома. Но вы справитесь. Для восстановления сил проведите выходные вдали от города. Девы. Не сидите дома. Чаще бывайте в людных местах. Общение с противоположным полом – то, что вам нужно сейчас. Весы. Вам могут предложить выгодную работу, но прежде чем соглашаться, подумайте, готовы ли вы к этим переменам. Если да, действуйте. Скорпионы. Семейная лодка может дать трещину. Сделайте шаг к примирению первым. Следите за питанием, не допускайте излишеств. Стрельцы. Вас ждет рутинный, монотонный труд. Звезды не советуют вступать в конфликты с руководством. Козероги. В одиночку лучше за серьезные проекты не браться. К неудачам отнеситесь философски. Есть вероятность обострения заболеваний. Водолеи. Неплохое время для самообразования и повышения квалификации. Доход будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете лениться, сорвете куш. Рыбы. Ждет очень продуктивная неделя. Используйте это время для налаживания связей. Занятия в спортзале также пока отложите. По данным ГИС Метию, с 16 по 22 марта в Салавате ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха днем в среднем от минус 1 до плюс 2. Ночью от 3 до 8 со знаком минус. Ветер умеренный 10 метров в секунду. Максимальное атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Это были итоги недели минувшей. А каким будет Салават на будущей неделе, проанализируем уже в следующие выходные. В студии работал Равиль Хакимов. А я желаю всем вам здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова